а перед началом ролика дам небольшую рекомендацию если вам нужны путевые листы чеки бсо карточка водителя предрейсовосмотр с заполненными журналами вам нужна проверенная компания которая отвечает за свое качество это такси документ ниже будут контакты этой организации обращайтесь к ним и задавайте интересующиеся вас вопросы также на первое оформление можно получить 500 рублей скидку а теперь погнали смотреть ролик ребята всем привет мы на канале батя в деле меня зовут руслан и периодически ребят прилетали вопросы о том что же там зачем вам это нужно была забастовка там от моих знакомых там от каких-то моих друзей типа многим было непонятно вообще зачем что и как и какие последствия добились ли там чего-то ребята которые не таксуют через агрегаторы просто бомбят также точно кто меня не видит там типа ну чё там что-то добились что-то получилось ну то есть много было вопросов сейчас уже конечно они иссякают но хотелось бы на них ответить собственно забастовка прошла я уча здесь нахожусь на парковке метра здесь же на этой парковке было там больше 100 машин в первый день во второй день там пошло на спад допустим 70 машин там еще один день потом 40 машин ну и потом все уже начали разъезжаться я сам несколько дней поддержал ребят в принципе можно сказать что я до сих пор их поддерживаю потому что я здесь не работаю железнодорожным я работаю либо в люберцах либо я работаю в москве ну либо где-то вот по каких-то пересечениями катаюсь но это не железнодорожный здесь я не катаю тариф эконом минимум хотя бы я здесь включал только тариф детский то это начало происходить недавно собственно яндекс можно сказать ничего не ответил на эти забастовки он выбрал выбрал такой режим уйти в загас да просто никак не реагировать я думаю что это скорее всего произошло после жуковского то есть жуковский начал бастовать первыми яндекс как бы пошел на их поводу и дал им доплаты до по городу вернул их и когда начали потом после жуковского бастовать другие города он думал час наверное им дадим добро и вообще вспыхнется россиям то есть скорее всего мы попали вот такую волну что яндекс дальше выбрал режим не идти на поводу у водителей но при этом как бы это не происходило у меня есть несколько скринов от сети мобила спустя недели две после этой забастовки железнодорожные внесли как бы можно сказать в границе москвы сделали здесь минималку как в москве но до этого за эти две недели city mobile то что просили водители от яндекса city mobile как бы предоставил начал тестировать сначала то какие-то были закидоны типа выйди утром сделай пять заказов там за два или за три часа получи там сверху 900 рублей помимо этого были какие-то вечерние доплаты типа там серии что с 4 до до там 730 допустим там по 250 все заказы там железнодорожным ну то есть были какие-то тесты я думаю блин прикольно начал в инстаграме отмечать city mobile гору красавчики молодцы типа выручайте дальше опять же вот вернемся до прошло две недели появилось сообщение о том что железнодорожные ариотов и балаших теперь внесены в москву как бы в границе как будто бы москвы и собственно теперь здесь будет московская комиссия но она немного выше чем она была до этого то есть там где-то процента на два наверное и будут доплаты московский то есть любой заказ здесь 200 рублей то есть у яндекса здесь был самый высокий порог 130 рублей и также утренние минималки не сделали по 350 ну до этого у яндекса было 300 там до 400 подал до 250 по 220 в зависимости начать дня недели его от времени собственно то что просили водители city mobile сделал я думаю блин круто надо потестить ну то есть не все так хорошо как кажется city mobile пошел на встречу дал добро сделал какие-то бонусы но при этом очень все просчетливо сделал если раньше железнодорожного можно было не выезжать по системой был потому что железнодорожный был типа таким отдельным городом также как отдельно было бы балашиха и отдельно было бы люберцы и можно кататься только по району и отменять без потери активности любые другие без потери мотивации в сеть мобила любые другие заказы кататься только по районам так как теперь внесли типа железнодорожные в москву любой заказ там новогиреево или там ну куда-то начать в ту сторону если нету пробок это с минусом активности теперь происходит с минусом мотивации если ты этот меняешь заказ теряешь определенные баллы после чего потом происходит такие санкции как яндексе теряешь конечку теряешь доплаты там и так далее или теряешь вообще доступ к сервису ну собственно один день я поработал я вышел правда утром 7 до 9 я сделал пять минималок по 350 рублей в эти пять заказов я сделал получается еще бонус на 900 рублей и дальше потом течение дня покатался можно было кататься ну как бы прям перло все нормально часов до 10 до 11 потом разгрузились пробки и все пропуски заказов начались минус 4 собственно я отменял 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 заказы и дошел до минуса по активность до 68 примерно собственно вот в этом заключался весь прикол что я дальше отключился и потом уехал москву уже работал по яндексу и на следующий день не менее пришли бонус от сети мобила так моя активность была меньше 70 ну и собственно такой двоякой сидимобил дал вроде бы добро дал все доплаты но как бы их ограничил в том чтобы больше отсюда вывозилась заказов в москву если кто-то работает по сидимобил чтобы здесь долго не задерживался вот в принципе все итоги этого прошедшего мероприятия но также начали другие бомбить города ближайшие также этот некий бунт он все еще нарастает и катится как снежный ком я думаю когда нибудь он прикатиться к чему-то в скором времени наверное я думаю зайдет сюда и диди посмотрим что будет происходить когда появится здесь этот агрегатор но ближайшее время я выпущу ролик о том как ребята в в других городах россии поработали уже через диди и что они получили то есть ожидания их и реальность того что они уже как бы поработали что они увидели в общем ждите новый ролик прощаемся ненадолго всем удачи всем пока